Хотите сделать свой сайт WordPress многоязычным? В этом видео я покажу интересный плагин, с помощью которого вы сможете дать своим пользователям переводить сайт на родной язык. Меня зовут Федор Васильев и давайте начнем рассматривать данный плагин. Сейчас я нахожусь на странице разработчика данного плагина. Ссылку на данный сайт вы найдете в описании под этим видео. И забегая вперед, сразу покажу на тестовом сайте WordPress, как это выглядит в виджете. Вот у меня сайт бар. Есть возможность делать не спадающий список или отображение в виде флагов. И, например, смотрите, переводим на китайский язык. В два клика мыши кликаем и у нас с вами все, вы видите, на китайском языке, весь сайт. Итак, давайте ознакомимся более детально с данным плагином. Плагин имеет как бесплатную, так и платную версию. Вы сами можете прочитать на странице лендинга разработчика все возможности. Здесь все описано. От себя что хочу сказать, что бесплатная версия, вот здесь вот вы можете ниже видеть тарифную сетку, подойдет, наверное, не всем. Важно, здесь есть момент, который я считаю очень важен для любого сайта. Важно сделать не только сайт удобно для людей, которые говорят на других языках, да, и которые могут прочитать ваш сайт на своем родном языке, а еще и позволить индексироваться каждому языку в отдельности, чтобы поисковые машины могли индексировать сайт на том или ином языке, который включен у вас на вашем сайте WordPress. Соответственно, бесплатная версия плагина не позволяет, вот здесь вот это явно видно, использовать такую классную возможность, как индексирование поисковыми системами. Вы можете это видеть, поэтому бесплатную версию вы можете скачать и ознакомиться, либо кому-то может быть просто достаточно, чтобы сайт переводился, как сейчас я вам показал в примере, и этого вам будет достаточно. Если так, то, конечно, вам в полной мере подойдет бесплатная версия данного плагина. Здесь все возможности описаны, какие опции включены, какие нет. Соответственно, самый последний тарифный план в 34 доллара 99 центов. Показано, что здесь включены все возможности. Вы можете наводить мышь на каждый пункт, и здесь в подсказке показано, что это значит, если вы сомневаетесь. Соответственно, в данном видео я буду рассматривать бесплатную версию плагина, то есть техническую сторону, как установить на WordPress, как его настроить, чтобы у вас сразу готово был перевод на тот или иной язык из коробки. То есть здесь ниже также можете ознакомиться с частыми вопросами. Очень часто меня спрашивают, да, на какой язык переводит там тот или иной плагин модуль. То есть конкретно какому-то человеку нужен определенный язык. Так вот, какие языки поддерживаются, вы можете сами здесь ознакомиться. Дальше здесь есть чат поддержки онлайн, причем вы можете задать вопросы на русском языке. Здесь есть русскоязычная поддержка. Это очень важный момент. Итак, что мы делаем сейчас с вами? Мы нажимаем с вами на тарифе free, бесплатно скачать. И в всплывающем окне что мы видим? Здесь есть не только плагин для WordPress, здесь также есть поддержка Joomla движка. То есть мы можем установить на Joomla модуль. А мы будем рассмотреть, конечно же, WordPress. Также есть Drupal и HTML. Итак, переходим на вкладку WordPress и нажимаем с вами на ссылку вот здесь вот, да. Скачиваем последнюю версию данного плагина. Открывается окно. Закачиваем это к себе на компьютер плагин. Я уже это скачал, поэтому скачивать не буду. Итак, я установил чистый WordPress 5.0.1 версия на момент записи видео. И давайте произведем установку плагина G-Translate к нам на сайт WordPress. Для этого мы с вами переходим в плагины, добавить новый. Здесь мы нажимаем наверху кнопку загрузить плагин. Здесь появляется кнопка. Нажимаем выбрать файл. Итак, я нахожу плагин у себя на компьютере, выделяем и нажимаем открыть. Дальше мы нажимаем на кнопку установить. Происходит установка. Нажимаем на кнопку активировать плагин. Хочу сказать, что данный плагин имеет еще и виджет. Мы его также рассмотрим. И также вы можете коротким кодом, шорт-кодом вставить в любой пост, в страницу, именно вот этот виджет, там, где человек может выбрать, на какой язык перевести. Мы это также рассмотрим. И также плагин предоставляет короткий кусок кода, если вам нужно вставить непосредственно в код страницы отображения выбора перевода на тот или иной язык. Итак, плагин мы с вами установили, активировали. Также, если потом вы захотите его удалить, здесь нажмете в плагин, где активировать, а потом удалить. То есть удаляется обычным способом. После установки и активации плагина, плагин находится. Настройки и здесь в выпадающем списке G-Translate. Вот он тут находится. Кликаем сюда. Настройок не так-то и много. И давайте рассмотрим. То есть, смотрите, здесь у нас разделено на две, так сказать, колонны. В этой колонне имеются настройки плагина. Здесь идет информация и видеопрезентации данного плагина. И также есть возможность, если вам нравится плагин, оценить данный плагин G-Translate. Итак, первая настройка вид виджета. Здесь есть выпадающий список, где мы можем выбрать тот или иной вид. И я предлагаю, пока здесь не настраивать, сначала вывести его на сайт, чтобы понять, как он выглядит по умолчанию, а потом перейти уже к отображению. То есть, как лучше будет подходить к нашему дизайну сайта, как это будет смотреться на нашей теме, нашего сайта WordPress и так далее. Поэтому пока оставляем здесь без изменений. Перевести из. То есть, можно сразу вывести, то есть, с какого языка переводить. Ну, так как сайт на русском у меня, естественно, с русского переводим. И вот та важная опция, о которой я говорил, которая содержится только в коммерческой версии данного плагина. Вот здесь вот это показано, видите, только платные планы. То есть, приобретя платную версию плагина, вот здесь есть пример, как раз наглядно. Смотрите, вот это вот, например, ваш домен, а потом подставляется после слэша ру и еще слэш. Вот это абсолютно правильно. Вы можете посмотреть на каких-то крупных сайтах, как это выглядит. Например, сайт от Adobe. Adobe.com, а потом идет ру, также через слэш. Если перейти на другой язык, то здесь будет подставляться, например, EN. То есть, переводится, сайт перевелся на английский язык и показывается копия сайта на английском языке. Вот как раз таки с этой структурой будет в плане SEO-оптимизации под разные языки ваш сайт заточен. Это очень-очень правильный этот момент. Поэтому ознакомьтесь с данным плагином, и я вам настоятельно рекомендую приобрести платную версию, чтобы у вас было все правильно с точки зрения SEO. И, соответственно, приток новых посетителей вам обеспечен. Движемся с вами дальше. Структура URL под домен, а также эта опция описывается на странице презентации данного плагина. Этот будет доступен в коммерческой версии плагина G-Translate. Дальше Show in Menu, то есть показать в меню стоит нет. Можно выбрать основное, меню подвал, меню социальных кнопок. Давайте пока оставим выключенным, посмотрим сразу на сайте. Следующий чекбокс показывает название родных языков. Ниже вы можете видеть список, там, где вы можете отметить галочками. Это тот язык, который вы хотите отображать на сайте, да, то есть на который человек сможет перевести ваш сайт там в два клика. То есть вам же не надо все языки. Вы ориентированы на какую-то аудиторию, например, на Россию и, например, на Америку, или там на Китай, или еще куда. Поэтому галочками можете отметить те языки, которые вам нужно выводить, так сказать, в виджете на сайте. И вот эта галочка, она просто здесь показывает, видите, родной язык, то есть если китайский, вот прямо на китайском и написано. Чисто это вот во внешнем здесь интерфейсе, в админке. И, например, смотрите, можно здесь снять все галочки, снимаются все галочки, кроме русского, или отметить все. Естественно, чтобы нам не проставлять каждую галочку напротив каждого языка. Если нам нужно отображать все языки, то будет целый огромный список всех языков. Я снимаю все галочки и поставим, например, давайте китайский. Дальше есть альтернативные флаги. Внизу есть код виджета. И нам говорят, что вот красным прям помечено, да, что мы можем отобразить виджеты. То есть есть дополнительный виджет, он установился автоматически вместе с плагином. И также можно вывести за счет шорт-кода в любой пост или страницу отображения выбора языков. И также нам предлагают, если это нужно, вот таким коротким кодом мы можем внедрить это в тело нашей темы в нужном месте, да, если это где-то нужно. Но это уже для тех людей, кто разбирается более-менее в коде. Итак, чтобы увидеть это у нас на фронтальной части сайта, давайте рассмотрим вот эту вот опцию. Сначала выберите топ-left сверху-слева, топ-right сверху-справа, button-left снизу-слева и button-right снизу-справу. Ну, тут надо смотреть на сайте, например, топ-left выбираем, сохраняемся. Внизу здесь кнопка есть «Сохранить изменения». Переходим на сайт, смотрим, что вот здесь вот залипает такая вот подложка с языком. Причем при прокрутке сайта она будет находиться на месте, да. Соответственно, вот эту позицию вы можете выбирать, например, справа. Если вам так больше нравится или там закрывает как-то контент. Посмотрите, обновимся. Вот она теперь справа. И при клике на стрелочку, вы помните, я выбрал русский и китайский. Если я кликаю на китайский, вы видите заголовки, все названия. У меня абсолютно все на китайском. То есть очень просто и легко. Причем если я дальше пойду, зайду куда-то в подробнее, зайду внутрь статьи, да, то здесь сохраняется язык. Не надо переводить его еще раз. Только пока не нажму 100 русский, так у меня все останется на китайском. То есть вот это вот надо тоже смотреть. Это тоже очень хорошо. Причем вы можете одновременно выводить как вот эту подложку вверху, так и сразу и в меню, и сразу виджетом. То есть прямо в трех местах может это выглядеть. Конечно, это, наверное, делать не нужно, но такая возможность здесь присутствует. Так, этот вариант мы рассмотрели, я его отключаю. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в меню. Выбираем здесь основное меню, нажимаем сохранить. Пойдем на сайт. Я сменил тему WordPress на другую, чтобы лучше видеть. И вот у меня меню, да, и вот вы видите, вот в меню появляется также выбор языка. Так, здесь я это отключаю, также сохраняюсь. Давайте рассмотрим с вами виджет. То есть вывести выбор языка именно в сайт бар. Вот здесь вот у нас. Переходим с вами в внешний вид виджеты. Находим здесь внизу вот неактивные виджеты, J-Translate. Можете просто мышкой левой кнопкой зацепить и перенести. То есть в любое место, например, на самый верх, наводим вот сюда, отпускаем мышь, помещается здесь. По стрелке раскрываем. Как-нибудь можно обозвать данный виджет. Нажмем сохранить. Пройдем на сайт. Давайте посмотрим. Обновим страницу. Вот он здесь вот у нас показывается. И так же здесь все у нас работает, все переводится. Теперь давайте рассмотрим внешний вид дизайн. Возвращаемся с вами в настройки J-Translate. Вид виджета давайте посмотрим. У нас с вами стоит приятное выпадающее окно. Давайте посмотрим флаги и выпадающее окно. То есть вот здесь это сразу будет видно. Просмотр виджета. И все-таки давайте сохранимся и посмотрим прямо на сайте. То есть вот здесь вот русский, китайский, то есть прямо вместе с выпадающим списком, да, появляется. После смены дизайна у нас с вами что происходит? У нас с вами появляется внизу размер флага. То есть здесь есть размер иконочки. Например, если большие, вот сразу в предпросмотре, в принципе, можете видеть совсем маленькие 16 пикселей. Или взять крупные зависимости, так же как будет смотреться в вашем дизайне. Далее выпадающее окно. Только флаги. Соответственно, вот здесь предпросмотр тоже вы видите. Также размер. И другие варианты там с названиями. С кодировкой. И дальше есть new, новый, глобус. Как он работает на сайте? Достаточно интересно. Видим такой вот земной шарик. При наведении он немножко так всплывает. При клике на земной шарик, смотрите, вот так вот вокруг появляются разные языки. Где можно также перевести на тот или иной язык. И давайте рассмотрим, как вывести в записи шорткодом отображение выбора языка. То есть здесь вы можете посмотреть и скопировать вот этот вот прямо вместе с квадратными скобками g-translate. Это и есть шорткод. Перейдем с вами к записи. У нас здесь есть привет мир, тестовая запись. Заходим и прямо здесь попробуем вставить. Например, пускай он располагается после какого-то текста. Вставляем, нажимаем обновить. Идем на сайт. Заходим с вами в сам пост. И видим здесь флаги отображаются. И они также срабатывают. То есть все у нас переводится. Надеюсь вам плагин понравился. На этом обзор данного плагина закончен.